Здравствуйте! В эфире информационная программа «Ныне». Смотрите выпуски. Поваленные деревья, сорванные крыши и упавшая линия электропередач. Последствия урагана устраняются в Ахтубинске. Болезнь лучше предупредить. В Ахтубинске работают передвижные комплексы для вакцинации от коронавирусной инфекции. Автомобиль застрял на переезде. На помощь пришли железнодорожники и школьники. Учения прошли на станции Верхний Воскончак. Мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Обо всем этом и не только подробнее. Последствия непогоды устраняются в Ахтубинске. Одним из них стало падение опоры уличного освещения в районе школы номер один. Столб упал прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Оперативно чистым городом опора была убрана с проезжей части. Ни на кого опора у нас не обрушилась. Сняли с ней провода уличного освещения, которые в ночное время суток будут находиться под напряжением. Сейчас провайдеры от МТС и Мегафон занимаются перетяжкой оптики. Один кабель принадлежит компании ПАО МТС, которому телевидение кабельное, обещается интернет, но без повреждений. Сейчас делаем временный подвес. Как опору восстановят, кабель будет обратно возвращен на свое место. Кроме того, штормовый ветер сорвал крышу по улице Андреева. Часть кровли обрушилась на линию электропередач, которая питает этот дом. В настоящий момент подача газа жителям не была приостановлена. Вместе с тем он отключен от электропитания. Радует только то, что пострадавших нет. Работа по ликвидации последствий шквалистого ветра проводится по всему городу. В частности, по улице Буденного 10, в районе детского сада номер 5, где его порывами было сломано дерево. А также в районе спортивного комплекса Клиц и Миничкалова. Также в микрорайоне Степной. Специалисты работают в активном режиме и стараются устранить последствия непогоды в кратчайшие сроки. С 1 апреля запись в первые классы впервые идет по всей стране по новым правилам. Раньше зачисление в первые классы сопровождалось большими стрессами для родителей. Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Министерство просвещения приняло новые правила приема в школу. Подробнее в нашем следующем сюжете. По вашей регистрации с 5 июня только начнется. И то при наличии свободных нижеств. Минпросвещение разработало новый порядок, который впервые будет воплощен в жизнь в этом году. Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления в школу, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится школа. Изменились категории лиц, детей которых мы принимаем в первую очередь. Если раньше в первую очередь принимались дети, которые проживают в микрорайоне, закрепленном за школой приказом управления образованием, то в этом году в первую очередь принимаются дети сотрудников прокуратуры, следственного комитета, судьи, дети военнослужащих, в первую очередь, которые проживают на территории, которая закреплена за школой приказом управления образованием. Второй этап начинается 6 июля и длится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школу другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала этого этапа бессмысленно, поскольку его не примут. На втором этапе могут подать заявление все желающие. Кроме того, чтобы максимально упростить процесс подачи документов, в этом году ввели несколько равноправных вариантов его осуществления. Документы, которые необходимо приложить к заявлению, это копия свидетельства о рождении ребенка, копия удостоверяющего личности одного из родителей, копия регистрации по месту жительства, копия документа, подтверждающего усыновление или опеки при необходимости, и справку с места работы представителя, если есть право внеочередного или первоочередного приема на обучение. Поступление ребенка в первый класс – событие важное. По словам сотрудников приемной комиссии в средней школе номер 6, родители восприняли изменения позитивно. Люди приходят адекватные, спокойные. У нас все образцы лежат, все знают свои права. Как-то спокойно у нас все проходит, хорошо. На данный момент уже подано более 85 заявлений, что составляет практически три полных класса. Все эти заявления будут рассмотрены комиссией, и в соответствии с новыми правилами приема будут зачислены в порядке приоритеты. Изменение порядка приема обещает сильно упростить жизнь многих семей. Особенно это касается нового правила первоочередности, которое состоит в том, что в категорию приоритетного приема также относятся проживающие на закрепленной территории семьи, дети которых уже учатся в этой школе. Вот как раз-таки мы и воспользовались этим правом первоочередным. У меня старший сын обучается в этой школе. Конечно, хочется отдать и младшенького сюда, потому что действительно мне нравится эта школа. Она нам уже родная и близкая, мы многих учителей знаем. Анна Фадина, Сергей Бакула, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ Прививочная кампания набирает темп. Более двух тысяч жителей Ахтубинского района уже вакцинировались. А с 31 марта в Ахтубинске люди могут привиться от коронавирусной инфекции в передвижных комплексах. С 10 до 14 часов на площади рядом с центральным универмагом Ахтубинцев ждут бригады сотрудников Ахтубинской районной больницы. На выездных пунктах всесанитарно-эпидемиологические требования обеспечиваются, пояснил главный врач Ахтубинской районной больницы Дмитрий Жмыхов. Недомогание, головная боль, температура до трех дней. Это норма. Активно сейчас вакцинируемся. И для того, чтобы пройти вакцинацию именно на этом передвижном пункте, необходимо для собой иметь только паспорт. Здесь у нас присутствует доктор, который сразу осматривает, записывает все данные в карточку. И после этого решается вопрос о вакцинации. Надо ли человеку вакцинироваться, либо стоит с вакцинацией отсрочиться. Люди, решившие вакцинироваться, сегодня у центрального универмага собрались еще до приезда передвижного комплекса. Мне за 60, поэтому поберечься нужно, чтобы и детей не заразить, и самому хочется. Тем более собираемся ехать отдохнуть. И приняли решение, что нужно. Был в ЦРБ и здесь. Здесь мне удобнее. Здесь, там не нужно стоять к терапевту, большая очередь. А здесь подойти проще. Все прививаются, я пришел. Чтобы не заболеть. А что еще прививаются? Зачем? Ну, нет страха никакого. Люди, многие не рискуют почему-то. Боятся те, кто интернета много читает. А я ему не верю, интернету. Поэтому я прошел делать и все. В передвижном пункте работает врач-терапевт и медицинская сестра. Врач производит медицинский осмотр и заполняет документы. Медицинская сестра согревает вакцину. Так как каждая ампула хранится соблюдением необходимого температурного режима. После прививки каждому пациенту сообщается дата ревакцинации. Записываем в федеральный регистр, в амбулаторные карты все это заносим. Ну и еще одна учетная тетрадь для того, чтобы напомнить пациентам, чтобы они прибыли на вторую прививочку. За день в передвижном комплексе прививается до 10 человек. Но сегодня желающих сделать прививки, похоже, больше. Работа выездных пунктов вакцинации продолжится как в будние дни, так и в выходные. Эти передвижные комплексы будут работать в субботу на рынке миллиараторов. В такое же время с 10 до 2. А в воскресенье на выездной ярмарке в Петропавловке. Елена Петченко, Сергей Николаев, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Другим темам. Вчера на станции Верхний Баскунчак в рамках плановой профилактической работы были проведены практические занятия с водителями спецтранспорта. Железнодорожники совместно с автоинспекторами продемонстрировали водителям порядок действий в нештатной ситуации. В мероприятии приняли участие старшеклассники средней школы поселка Верхний Баскунчак. Подробности расскажет Татьяна Фомина. Случилась поломка и мотор заглох. Либо водителю стало плохо. Причин внезапной остановки машины немало. Опасно, если происходит это на автодороге. Вдвойне, если на железной. Станция Верхний Баскунчак узловая. Десятки грузовых и пассажирских составов по ней идут ежедневно. Дорожный переезд является участком повышенной опасности. Этот переезд для поселка, для жителей центральный, большой, довольно-таки сложный. Автомобильная дорога на этом переезде пересекает 7 железнодорожных путей. По этим путям проезжает более 100 поездов в сутки и более 2000 автомобилей в сутки. По статистике, за два месяца этого года на переездах при Волжской магистрали произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. В целях профилактики ДТП железнодорожники Баскунчака совместно с Ахтубинскими автоинспекторами провели техническое занятие. С водителями специального автотранспорта. По легенде, одна из машин внезапно останавливается на путях. И об этом сразу сообщают дежурному работнику. Дежурный по переезду. Вынужденная остановка автомобиля на переезде. Выполняем правило трех секунд. В машине с поезда 12.88. На переезде 1284 километр произошла остановка автомобиля. Вынужденное препятствие. Обычно на помощь пострадавшим спешат спасатели. Однако в этот раз именно они попали в непростую ситуацию. Действовать пришлось иначе. Наше спецстранство, пожарный автомобиль, у нас застрял на железнодорожном переезде. Мы немедленно должны эвакуироваться, уйти в сторону. И дальше работают железнодорожные сотрудники. Участие в мероприятии принимали десятиклассники школы поселка Верхний Баскунчак. Некоторые планируют в будущем связать свою жизнь с железной дорогой. Либо стать водителями автотранспорта. Учения школьникам были интересны. Они выступили в роли очевидцев происшествия. Помогли предотвратить страшную беду, подавая сигналы машинисту приближающегося поезда. Стать очевидцем происшествия на железной дороге – это страшно. Но все же, если такая ситуация случилась, нужно прийти на помощь и сделать все возможное, чтобы избежать последствий. Вот сейчас мы увидели застрявшую на переезде машину, сняли свои жилеты и стали им махать, чтобы привлечь внимание. Завершилось все благополучно. Машина была вызволена из аварийного плена. Движение транспорта восстановлено. Ситуацию на автомобильной дороге контролировали автоинспекторы. Дальнейшее движение поездов отрегулировали железнодорожники. Сегодня на железнодорожном переезде 1284-й километра Пикет-1 на станции Верхний Баскунчак мы проводили технические занятия для водителей экстренных служб. К занятиям привлекались водители пожарных машин, скорой помощи и водители школьного автобуса. Также поучаствовали школьники в качестве сигналистов. Имитировали остановку поезда, показывали сигналы остановки. Круговым движением в руках держали яркий предмет, сняли сигнальные жилеты. Столь массовое профилактическое мероприятие железнодорожники Баскунчака провели впервые. Слаженными действиями остались довольны. Главное, чтобы в реальной жизни таких происшествий было меньше. Татьяна Фомина, Сергей Николаев, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Разговор с некоторыми людьми – это как прикосновение к истории. Одним из таких является наш следующий гость. Председателю Совета ветеранов Ахтубинского гарнизона Леониду Евсюку завтра исполняется 80 лет. Большую часть из них он провел, служа в Ахтубинске. Как это было, сегодня он расскажет нам лично. И сегодня у нас в студии председатель Совета ветеранов Ахтубинского гарнизона, почетный гражданин Ахтубинского района Евсюк Леонид Антонович. Здравствуйте, Леонид Антонович. Здравствуйте. Мы знаем, что в 1962 году вы прибыли в Ахтубинск. Я даже знаю, что это было 13 сентября. И это был ваш выбор. И почему именно Ахтубинск, с которым вы связали всю свою жизнь? Честно сказать, я Ахтубинск и не знал. Когда я закончил с отличием Красноярского радиотехнического училища войск по его стране, то имел право выбора. К себе пригласил полковник Кургузов, командир батальона, и предложил мне ехать именно сюда. Он говорит, я многое рассказывать не могу, потому что все засекречено, но я вам советую, вы не пожалеете. Поэтому я согласился, потому что я не представлял, что здесь и так далее. Согласился и сюда после отпуска приехал. То есть просто доверились, да? Естественно, потому что информации тогда большой не было нигде. И даже в отпускном билете прибыть сюда, на станцию Владимировка, ни в ЭЧ и так далее. И когда я увидел уже на вокзале, что в ЭЧ, куда я могу ехать-то? Быстро добрался до отдела кадров, спросил. Они сказали, нигде не записывай, только на слух, в ЭЧ 15650. Вот тогда такая была секретность о нашем лице, который сейчас, а тогда в Восьмом институте. И каково было ваше впечатление, когда вы приехали? Когда я прибыл сюда, в беседе с начальником отдела кадрова полковник Сапилко, он сказал, мы вас направляем в Новоказанку. Где этого Новоказанка и так далее, ни понятия тоже никакого. Я говорю, ну что, я согласен. В чем состоит работа Совета ветеранов на сегодняшний день, и насколько она эффективной является? В первую очередь, это военно-патриотическое воспитание молодежи. Это посещение школ, посещение всех мероприятий, которые проводятся в городе, в районе, в горизоне. И мы это стараемся делать. И плюс к тому, я сказал, что школу ДСАФ мы курируем постоянно в течение уже более 20 с чем-то лет. И вот с этими курсантами, когда встречаемся, им рассказывание, глаза открываются, но хоть он уже идет в армию, уже знает, что такое. Потому что тот, который не был в этой школе, придет, и он. Эта разница большая. Понимаете? То есть я вам сказал, что, во-первых, основы военной службы рассказываем, как служится, рассказываем про эту дедовщину, которая постепенно исчезает и так далее. Поэтому, я думаю, хоть мы 10-15% какого-то доводим до них, это тоже плюс. Так же в школах. Понимаете? Вот вначале слышишь шум, поднимешь голову еще раз, потом притихли. Ну пусть останется 1% сознания, о чем мы говорим. И то так он что-то скажет. Понимаете? Конечно. Потому что вот в последнее время, особенно, вот смотрите, молодежь, им некуда что ли деваться. Вот эти шары, которые, скверы, которые новую построили, сбрасывают 500-килограммовые. Понимаете? Ну, головой думает или нет. Или вот сейчас забор на Сталинградской, где дома первый строит нормально, тот подскакивает и с сапогами. Или этим самым. Понимаете? И вот так вот. Вот пытаемся, но, увы, время в школах нет. Спасибо вам за такой увлекательный рассказ о вашей жизни. Мы знаем, что завтра вам исполняется 80 лет, юбилей. И мы от всего коллектива Актуинского телевидения поздравляем вас. Спасибо. Да, с наступающим праздником. Долгих лет жизни вам и еще успехов. Спасибо вам. Спасибо я очень рад. Спасибо большое. А мы идем далее. Спасибо. Подробнее о жизни и службе Леонида Евсюка смотрите в наших ближайших эфирах. А сейчас продолжаем выпуск. Вышел в свет свежий номер газеты «Актуинская правда». Читайте в номере. Вакцинация на колесах. В Актуинском районе для удобства населения работают передвижные пункты прививания от коронавирусной инфекции. Защищать родину готово. В Актуинском районе с 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Все на огород стартовал дачный сезон. Чем уже можно заниматься на приусадебных участках? Советы от Владислава Лихваря. 60 лет первому полету человека в космос. Полеты зарождались на Актуинской земле. Очерк Сергея Ефремова. Человек с удивительной судьбой. К юбилею Леонида Евсюка. О полной событии жизни юбиляра в материале Владислава Лихваря. Актуинская правда всегда с вами. А сегодня, 7 апреля, Русская Православная Церковь празднует Благовещение. В христианстве Благовещение – это благая весть, посланная Богом Деве Марии. Весть, которую Марии принес, Архангел Гавриил гласила, что ей предстоит стать Богоматерью и родить Сына Божьего, Спасителя Человечества. Мы поздравляем всех с этим чудесным праздником. Пусть вас сопровождают только добрые вести. И оставайтесь в курсе событий вместе с Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова